Визит президента Азербайджана в Брюссель, проведенные здесь встречи и в частности заявления высшего руководства Евросоюза и НАТО продемонстрировали, что повестка дня официального Баку идентична повестке крупных силовых центров. В заявлениях привлекает внимание открытая поддержка дорожной карты, инициатив для мира и сотрудничества, предложенных Азербайджаном во имя будущего региона. Принятой странами Восточного партнерства и странами-членами Европейского союза совместной декларацией выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран-партнеров в рамках международно признанных границ. В то же время содержится призыв к налаживанию добрососедских и доверительных отношений в регионе, укреплению регионального сотрудничества и транспортных связей. Аналогичный подход составляет лейтмотив позиции официального Баку. Мы в любом случае являемся соседями, и никто из нас не переселится на другую планету. Поэтому для нормализации отношений, включая контакты между народами, мы должны постепенно, шаг за шагом, готовя основу, научиться жить рядом. Мы открыто говорили о том, что готовы к этому. Еще одна важная деталь брюссельского визита. Европейский союз не конкурирует с Россией в вопросе обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе. Наоборот, демонстрирует аналогичную позицию и заинтересован в полном выполнении трехстороннего заявления, выработанного при посредничестве России. Это отчертливо прослеживается и в риторике заявления президента Совета ЕС Шарлера Мишеля после его трехсторонней встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили выполнение основных обязательств, взятых в рамках двух трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года и реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи 26 ноября 2021 года. Конец цитаты. Усилия по установлению устойчивого мира и прогнозируемого будущего в регионе, как видно, полностью совпадают и с приоритетами НАТО. Для всех нас важны безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Для обеспечения мирного будущего всех людей мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, которые являются ценными партнерами НАТО. Итак, призывы Азербайджана к миру и сотрудничеству находят поддержку и официальный Баку в качестве ведущего силового центра становится дирижером будущего развития региона. Продолжение следует...